Всем привет! На связи поколение Z. Ну как ваши дела? У нас все очень круто. Парням понравился первый выпуск и нам разрешили сделать второй. Шучу, конечно. На самом деле, кто же их спросит? Меня зовут капитан Рыжая Борода. Мы находимся на тренировочной базе второго Зенита. Сейчас парни набегаются и будем брать их на абордаж. А пока заглянем в турнирную таблицу. За прошедший месяц наши парни провели пять матчей. Проиграли всего раз. В гостях подмосковным Химком. 1-2. Рикошет, пенальти в наши ворота. Потом Долгов сократил отставание, но дожать не сумели. В чем-то не повезло. До этой игры была пара ничьих. Сначала счет остался сухим в Тамбове, потом обменялись голами с Хабаровским СКА. 1-1. В домашней игре с Сибирью Радимов решил изменить схему. И, наконец, пришла победа. Наши парни активно разгоняли атаки по флангам, трижды забили и вообще отлично смотрелись против недавнего участника премьер-лиги. Кстати, как и в последнем матче, в Саранске сине-белоголубые вернули интригу при двух пропущенных. Гасилин ответил дублем и в итоге добавил еще одно очко в командную копилку. После финального свистка Владислав Николаевич отметил бойцовский характер своих игроков. Этот сезон они проводят гораздо лучше, чем прошлый. А про турнирное положение зенитовский наставник и вовсе высказался в чемпионском стиле раньере. Да, мы в зоне стыков, но у нас другая задача. У нас главная задача – это не вылететь. Чем быстрее мы эту задачу решим, тем нам будет лучше. Мне очень понравилось, как мы выходили из обороны, мы очень хорошо контролировали мяч и скорость, которая есть в нашей команде, мы ее наконец-то сейчас использовали. И я этому очень рад. Конечно, тяжело давались игры в начале сезона, но ребята наконец-то начали понимать, что мы от них требуем, потому что в прошлом году практически вся линия атаки у нас сменилась. И те, кто пришли, наконец-то более-менее начинают понимать, и меня это радует. Тренировка закончилась. Владислав Николаевич мощно прокачал парней, и теперь мы проверим их навыки. Сейчас, парни, мы попробуем с вами забить крученным ударом в ворота с лицевой линии. У нас у каждого будет по три попытки с каждой стороны. Ну что, парни, на что будем играть? На кувырке, я думаю. Ну хорошо, тогда погнали! Первая победа. О-о-о, ну понятно. Все, пацаны, я пошел. Надо крутить, не прямой. Крутить, да, надо? Да, да. Ты как-то стопу подворачивал. Вот сюда, да? Так, конечно. И вот так стоять или вот так? Вот так стоять. Как Роналду? О-о-о! Понятно, понятно. У вас было такое, что в игре, допустим, забивали? В игре? В игре, да. Нет. А на тренировке? Нет? А мне кажется, линия кривая. Ну понятно. Вот сразу, вот, и все. Скажите, а вот, может быть, я проигрываю, потому что я в кедах, в кроссовках, а не в бутцах? Вероятно. Но, нет, это мастерство. Мастерство? Да. Вот он, живет. А? Вы видели? Кто у нас угорел? Ай ты. Так что выводы правильные сделали. Теперь будем бить другой ногой, с другой стороны поля. Для меня все не так уж и плохо. Я забил один из трех, и, возможно, мне еще не придется кувыркаться, как предсказывали. Вы это видели? Такие удары мы засчитаем за два очка. Все, это победа. Это просто победа сразу же. Нет. Смотри, шанс. О, мое. Так что у нас ничья, все не так плохо. Нет, надо опять перестолить. Нет, надо ходить. Ну, нет, 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 нет. Бум! А-а-а! Так, один уже есть, выиграл. Ну, нет. Ну, что же такое-то? Что же такое-то? Так, у меня четыре, у меня четыре. Давай, если ты забиваешь вот так, то ты выиграл. Ну, давайте я ударю так, хорошо. Ну, это была провокация, конечно, но тем не менее. Ну, что же, у нас все-таки есть победитель, и это, к сожалению, снова не я. Победил Илья Роналду Хамоша! Еще один герой нашей программы – Алексей Евсеев. Надежда не только «Зенита», но и всей национальной команды. И да, мы хвастаемся. Вы только гляньте видео, какой мяч он положил в последней игре за российскую молодежку. И не кому-нибудь, а сборной Германии. Итак, Леша, у нас для тебя есть 10 вопросов на каждой. У тебя есть по 10 секунд. Поехали! Как ты попал в футбол? Семь лет пришел в школу тренера по физкультуре, видел, что я хорошо играю в футбол, и так я попал в футбольную секцию. Почему ты атакующий игрок, а не все-таки оборонительный? Ну, потому что мне с самого детства нравится забивать, поэтому и все увидели то, что я люблю забивать. И? Я нападающий. Атакующий получительный. Отлично. В одном из чемпионатов города ты забил 26 мячей. Как так вышло? Ну, это вышло ногами. Я забивал голы на любой вкус. Мне отдавали годовые передачи. Так я забил 26 мячей. Какая твоя любимая зенитовская кричалка? Оп, давай, давай. Мне она нравится больше всего, и я думаю, что она многим нравится. Почему? Потому что, оп, давай, давай. Доминирую, не жаль. Был ли минута, час, день, секунды, когда ты понял, все, теперь я буду профессиональным футболистом? Нет, наверное, такого не было. Я изначально хотел стать профессиональным футболистом. Пока у меня, я думаю, что в 50-м сейчас это получилось. Это у вас в каком возрасте? В 7 лет. Опиши несколькими словами работу Спалетти, Вилоша Боша, Луческу и Радимова. Ну, Спалетти – это игра на расширенном пространстве, Бош, наоборот, на суженном пространстве. Луческу – игра в два в одно касание, а Владислав Николаевич, Радимов – много с мячом ударов. Есть ли у Алексея Евсеева несколько любимых мест в Петербурге? Какие? Малая арена Петровская и главная арена Петровская. Трировочная база в отдельный парк. Вспомни, пожалуйста, худший момент и лучший момент своей карьеры. Худший момент – это, конечно, травма 28 ноября, а лучший момент – это игра с Олярисом. Во второй лиге я забил три мяча и отдал три голевые передачи. Леш, какой у тебя любимый игрок? Наверное, это Андрей Аршавин, потому что он с самого детства мне нравится. Наверное, как только я стал понимать футбол, и он стал хорошо играть, то мне это нравится. Каким ты видишь себя через 10 лет? Ну, играющим в футбол и максимум с 9% жира. Почему? Владислава Николаевича спросит. Раз уж речь зашла о физической форме футболистов, пора показать вам человека, который держит наших игроков в тонусе. Этим в команде Владислава Радимова занимается испанский специалист. Знакомьтесь, тренер по физподготовке Дани Пастер. Раз, два, три, еще один. Саня, Саня! Привет. Саня, Женя. Первое портение – это работа на скорой. Два! Хорошо! Один! Хорошо! Хорошо! Старо и Прастения на реакцию. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!